Подросток из Мариуполя, которого хотели мобилизовать в России, вернулся в Украину. И последствия ночной атаки дронов по России и Украине. Я Кристина Терещенко, это итоги 19 ноября от команды новостей Донбасса. Мы начинаем. Второй день подряд в Украине начинается с воздушной тревоги. Российские дроны Камикадзе-Шахет, минувший поздней ночью, летели в разные области. Силы обороны ликвидировали 15 из 20 БПЛА в Киевской области. Ударом поврежден инфраструктурный объект. Впоследствии там начался пожар. Пострадавших, к счастью, нет. В соседней Черкасской области обломками дрона повреждены 5 частных домов. Пострадавших также нет. Украина уже ощущает усиление динамики атак и продолжает подготовку к зимним обстрелам со стороны России. Увеличиваются мобильные группы для борьбы с вражескими беспилотниками. Фото новых автомобилей для мобильных групп показал заместитель руководителя офиса президента Украины Алексей Кулеба. Тем временем на фронте, на земле, в Донецкой области, россияне продолжают попытки окружения Авдеевки, сообщает Генштаб. ВСУ при этом держат оборону и отбивают атаки еще на шести направлениях. Россия провела безуспешные попытки штурма за минувшие сутки. То, что они увенчались неудачей для оккупантов, отметили и в последнем отчете аналитики Института изучения войны. Удерживают силы обороны и плацдарм, обретенный в Херсонской области, на левом оккупированном берегу. Более того, по информации аналитиков Института, параллельно туда идет переброска дополнительной пехоты. Дроны летели минувшей ночью не только по Украине, но и по России. Мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что ночью в области был сбит якобы украинский БПЛА, который собирался совершить террористическую атаку по неким объектам. Разрушений пострадавших нет. Прифронтовые города Донецкой области также пострадали за минувшие сутки от российских обстрелов. 14 многоэтажек и 3 админздания повреждены в Селидовской громаде. Еще 11 частных домов повреждены в Новогродовке. Один человек там получил ранение. Россияне отбирают транспорт у местного населения в оккупированной Луганской области. Об этом пишет легитимный глава области Артем Лысогор. Они располагают с соответствующим распоряжением Кремля, согласно которому представители предприятий обязаны безвозмездно передавать транспортные средства по договору пожертвования. Когда потребностей стало не хватать, захватчики прибегли к изъятию техники из гаражных кооперативов и частных домовладений. 17-летний подросток из Мариуполя Богдан Ермохин, который после оккупации города был незаконно депортирован в Россию, вернулся в Украину. Об этом пишет украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. 19 ноября, в свой день рождения, Богдан вернулся в Украину. Возвращение произошло во взаимодействии с государством Катар, ЮНИСЕФ, посольством Украины в Белоруссии по результатам переговоров с российской стороной. Это был тернистый путь. Богдан пережил многое, находясь в России, но, попреки всему, он хотел быть дома. Напомним, что ранее, 9 ноября, Богдан Ермохин, являясь несовершеннолетним, получил повестку на территории РФ. Тогда, через своего адвоката, Богдан обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть его обратно домой на территорию Украины. Родители Богдана умерли, когда ему было 8 лет, с тех пор его опекуном была старшая сестра. Семья воссоединилась на территории Украины. Все на сегодня. Больше информации 24 на 7 в нашем телеграм-канале «Новости Донбасса». Такие сводки, как это, выходят на ютубе ежедневно, поэтому подписывайтесь, чтобы не пропускать. До встречи. Берегите себя.